привет добрый вечер день здравствуйте день хорошо день мы только что провели испытание наших супер ракет федер подготовки то невероятные варианты одна из них светится светящиеся с бирюзовыми штучками и тремя это были да это были вот значит три руля они были сделаны под наклоном каждый чтобы ракета взлетая в идее такой закручиваться и было бы классно и ты смотришь снизу на нее и огоньки очень красиво но нет может сразу покажем давай сначала покажем что у нас есть и потом расскажем ее разорвало вторая джеди тим она у нас так и не взлетела сейчас мы на видео покажем почему но мне кажется она мне очень хорошо полетела в общем моя опять же идея была в том что она взлетает идеальную вверх потом как бы поворачивает и начинает лететь 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 ну и приземляется отлично значит пусковую остановку нашу мы подумали что идеальный вариант адаптировать наш верстак под это дело даже свернить ничего не пришлось мы зажали здесь шланг он выходит вот у нас есть коннектор который мы накручиваем на бутылку склеили пробку шланг выходит просто вниз здесь вот такая вот конструкция мипель и веревки которые здесь закреплены хомутом они тянут если потянуть вниз вот и пропущены просто здесь вот через эту штуку вот сюда конструкцию фиксируем какими-то колышками чтобы она в момент того когда мы тянем веревку чтобы она не уезжала не падала никуда поехали из конструкции пушка косяк который у нас точно появился и мы увидели его во время накачивания системы давления шланг очень длинный значит объем воды который был в бутылке до который в бутылке стала опускаться внутрь шланга при самом первом запуске распадаясь бутылки ушла очень много шланг и осталось немного то есть мы рассчитывали что у нас бутылки будет треть объем бутылки когда мы начали качать вода стала даже не то есть они там параллельно вместе то есть на самом деле правильно давление появилось здесь воздух и вода пошла в то место там проще идти она ушла шланг воздух поднял сюда отсюда это вода пошла вниз и вода спустилась по шлангу сюда и объем который внутри ракеты то есть вот отсюда место стыковки и объем топлива внутри ракеты уменьшился если с этим возможно как бы массы которые выстреливала внутри оказалось мало и ракет не полетела достаточно высоко то есть при той силе давление которым накачали там было 50 сайт это по стандартам таблицы порядка 60 метров то есть тестовые запуски бутылочных ракет с водой они позволяют при таком давлении запустить ракеты на высоту 60 метров если достаточно воды внутри если достаточно воды который является реактивным топливом и правильная эргономика у очень хорошая очень красивая очень ровная вот поэтому сейчас мы покажем видео как она полетела и вот вода ушла в шланг идея такая что в следующий раз наверно мы шланг будем делать короче шланг короче чтобы воды уходил меньше либо делать на объем шланга увеличивать объем внутри бутылки вот это соединение тоже надо сделать лучше у нас было два места при первом пробе у нас вырвало эту пробочку пластиковую пробку просто вырвало отсюда по комнате начала пинбол летать и второе место слабо оказалось вот это соединение с ниппелем нас просто всю эту штуку срывало отсюда мы придумали исправить но это займет какое-то время то есть мы на видео будет видно в чем проблема так что посмотрим видео у нас нету бочонка переходного для длиннее шлангов если он был так сначала первое да нет это вторая ракета вот так думаешь куда она ушла вода увеличивается под стрелкой лет вот что где стрелять светящиеся ракеты готовься вода уходит все больше больше внутрь уже куда уходит вниз шланг ну хорошо шланг большой поэтому отлично это в длине шланга значит ты готов там сорокет и она улетела вот в эту тучу и не вернулась но я ее нашел потом все равно потому что она светилась да если бы она не светилась я бы не смог найти потому что упала в кусты и в кустах лежала в очень высоких выше моего роста в общем 2 с копейками только благодаря свету я не очень хороший грибник моим зрением в минус 7 с половиной в общем это смотрим за 2 прекрасной ракеты выглядит очень эпически насос работает нога качает веревка есть а куда у нас крылья направлены и вот в этот момент вы видите прям в конце этого ролика было не может переключиться вот смотрите вот вместе где значок play видно что труба до в натяг с шлангом от насоса и вот это место как раз вы куда у нас крылья направлены соскочила у нас вырвало шланг вот здесь на коннекторе вот здесь сколько было давление непонятно 50 на 50 до красного так что эксперимент у нас прошли 50-50 в целом было у нас получилось в итоге только один удачный запуск потом пошел еще дождь и убежали достать тела эта штука с шланга и за счет того что он еще был мокрый после того слетела моментально последующие разы слетала дальше и не держалась нормально нужно придумывать какое-то крепление этого не пересюда причем я думаю что нужно фиксировать шланг какой-то жесткой конструкции отдельно эту часть и отдельно эту часть чтобы все вместе держалась и когда ты качаешь не было нагрузки сюда тогда бы это сработало очень пожалуйста будьте аккуратны потому что при взлете ракеты она полетела у нас не вверх она полетела у нас бог бог прям сразу очень большой риск что она могла попасть в нас и это очень плохо то есть надо стоять дальше надо обязательно все-таки делать какое-то устройство удаленного запуска чтобы вам не нужно было стоять рядом с ракетой когда запускается и надо как-то придумать как защищать наверное лицо или что-то такое да ну я наверное склонен дальше она должна быть очень хорошо откалибрована чтобы летела туда куда вы хотите это принципиальный момент то есть если вы дополнительный вес на бутылку устанавливаете значит вы меняете ее центр оси и она может в любой момент куда-то двинуться непредсказуемо и то есть вот здесь у меня вес в этой части большой идея была что как дротик она полетит точно вверх но в общем возможно проблема была в том что не хватило топлива первую в нижней части я хватило силы чтобы толкнуть его далеко из на первом этапе и разогнать достаточную мощь чтобы она вверх и вылетела но я не склонен потому что совокупность факторов и кривые рули и мало объема и в общем не отцентрованная история у меня супер интересно посмотреть как вторая штука полетела динамики мы не будем запускать и без воды все нет прощаться все классно интересно немного опасно но если собрать какие-то правила все будет хорошо хоккейный шлем не кажется помог лицо возможно как бы направляющие на которой ракета лежит тоже помогало да вот интересно будет смотреть какие у вас получились проекты и что вы там сделали да все пока пока всем хороших следующих этапов